Хабибуллин Фарид Кобирович, известный в криминальном мире по прозвищу Фарид Резаный, родился 22 ноября 1948 года в Казани. Фарид бредил воровской жизнью с самых юных лет, поэтому первый тюремный срок не заставил его долго ждать. В 1965 году его задержали и осудили на 6 лет тюрьмы за грабежи. С этого момента колонии стали для него родным домом. Практически всю свою жизнь он провел за решеткой, лишь изредка выходя на свободу. Основными статьями, по которым приговаривали Хабибуллина были связаны с кражами, грабежами и хулиганствами. Хабибуллин уже с первой своей отсидки начал проявлять себя среди заключенных, тем самым он смог быстро заполучить авторитет. В нем арестанты видели сильного по характеру человека, достаточно спокойного, но в то же время справедливого и сурового по отношению к тем, кто пытался идти против него. Более того, он был уважаемым не только из-за своего характера, но и за строгое соблюдение воровских понятий. Он никогда не стремился к богатству, даже не имел собственного жилья, предпочитая вести бродячий образ жизни. У него никогда не было семьи, в общем он соблюдал все воровские законы, которые были сформированы в стране еще до войны. Благодаря такой преданности воровскому делу, его часто сравнивали с Владимиром Бабушкиным, Васей Бриллиантом, и называли его наследником. Но несмотря на такое приятное для Хабибулина сравнение, которое, наверное, он считал для себя большой честью, Вася Бриллиант не принимал участие в коронации Фарита. Его крестными отцами стали Славка Рыжий и Цыпленок в 1981 году, все они на тот момент находились в тюрьме Владимирский Централ. Сам же Резанный за всю жизнь короновал более 10 воров в законе. Несмотря на множество замечательных отзывов о Фарите Резаном от уст арестантов, были и те, которые говорили об большом пристрастие Фарита к алкоголю. Причем выпивал он прям в тюремных камерах. Правда это или нет точно неизвестно, однако вора в законе не стало именно от цирроза печени. Это произошло 7 июня 2000 года в тюрьме в Кемеровской области, где он отбывал свое последнее наказание – похоронен Фарит в своем родном городе на Беляевском кладбище.